Приветствую вас. Смотрите, если вы не можете забыть человека, то с одной стороны, тем, что вы не можете забыть его, связаны ваши определенные желания. Это первое. И второе, это вас как-то эта ситуация в целом задела. Она вас задела, она вас как-то выбила из колеи, задела тело вашей личности. Личности оказалась задета благодаря этой ситуации. Вот. И, соответственно, что-то вы потеряли. Вместе с уходом молодого человека от вас. Вот именно что-то вы потеряли. Для себя. А дальше просто не желание вообще двигаться вперед. Ну, не потому что вы такой вот враг себе, да? Потому что вы не можете этого сделать. То есть, вы и рады, и рады бы это сделать, но не получается у вас. Почему они получают? Это вопрос. А мой взгляд, вопрос хороший. Достаточно. Вот. Значит, неинтересно вам двигаться вперед. Вот. Нет ничего такого, что мотивировало бы вас двигаться вперед. Вот. Понимаете? Нет ничего такого, что было бы вам интересно. С этим косвенно связано то, что вы идеализируете отношения с молодым человеком. Хотя я уверен, что в них были достаточно серьезные проблемы, раз вы разошлись. Вот. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. В принципе. В принципе. То, что я могу вам сказать. Именно опираясь вот на то, что вы пишете. То, что вы пишете. Конечно, этого немного, но тем не менее. Вот. И понимаете? Идея вся в том, чтобы не пытаться забыть человека. Человека. Чтобы не пытаться его забыть. Дело в том. Дело в том, чтобы понять, почему я не могу его отпустить. Дело в том, чтобы понять, почему с ним мне было так хорошо, за счет чего. Но, что сейчас я потерял. Вот. Это, пожалуй, очень важный момент. На мой вклад, по крайней мере. Вот. Вот. Ну, а так вот, как вы делаете. И то, что вы делаете. Вот. Ну, на мой взгляд, ни к чему хорошему не приведет. В том смысле. В том смысле, что вы просто, ну, на одном месте. По факту. Так вот, можно сказать. Топитесь. Вот. И не двигайтесь вперед. И опять же. Опять же. Опять же. Опять же. Опять же. Фрава на этом. Фрава на этом. dunno. А тем что... Вам, по всей видимости, неинтересна ваша жизнь, элементарно. То есть вот неинтересно вам двигаться вперед, да, неинтересно вам куда-то вот идти. А то, что было у вас, это вас вполне себе устраивает. То есть я имею ввиду то, что происходило между вами, да, и молодым человеком. Так что здесь я бы сказал, что вот в какой-то степени вы обесцениваете себя, обесцениваете свою, ну, собственную ценность, вот. И, в общем-то, у этого, я полагаю, есть свои причины. Какие причины еще нужно выяснить? Что это за причина, да? Ну, тем не менее. То, что вы не удовлетворены, это факт. Это очевидный факт, что вы не удовлетворены. Не удовлетворены. Обой не удовлетворены. Ну, в твоей жизни, вот, и так далее. Вопрос здесь заключается в том, почему вы не удовлетворены. Ну, то есть вот, откуда, грубо говоря, да, у вас, ну, пошла вот эта вот не удовлетворена. Если чего. Я думаю, что если это найти, то, я думаю, если это отыскать, то, в общем-то, проблема решится решится. Ну, мне так кажется, по крайней мере, вот. Исходя из своего опыта, да, исходя из опыта как-то вот взаимодействия с клиентом, я могу сказать вам примерно так. Так, примерно так у меня, могу сказать вам. Вот. Дальше идём. Дальше идём. Значит, давайте по... Смотрим, что ещё вы написали. Так. Ну, из-за чего она осталась? Это вот тоже такой достаточно важный момент, из-за чего она осталась. То есть вот, ну, именно вы с мужчиной. А, что, по факту, привело к вашему расставанию. Вот. Элемент это важный, значимый. Вот. Ну, его нужно тоже разобрать. Вот. На этом, в принципе, всё. Я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. и R